Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и я такая в домашнем одеянии, решила просто сделать сейчас быстро сладкую колбаску. Думаю, как же сделать так, чтобы вам ее показать. У меня так особо нету вообще вдохновения и настроения, прям сильно снимать видео, но просто я хочу показать, как я делаю сладюшечку эту сладкую. Пока маленький спит, я вот быстренько здесь на кухне приготовила все. Значит, смотрите, я буду делать с орехами, орехи я перемолола в блендере. Просто грецкие орехи. Все делаю на глаз. Я приготовила печенье. Печенье я, на самом деле, растолкла руками, потому что свежее печенье, оно прям сыпется. Ну, и оставила некоторые такие крупненькие. То есть, ну, половину печенья размельчила, половину для, чтобы колбаска не получилась. Понимаете, да? Потом какао нам нужно будет 2-3 столовые ложки. И масло. Вот у меня осталось из сливочного масла. Мне кажется, его не хватит. У меня, конечно, вот еще одна пачка. Ну, и 4-5 столовых ложек молока. Это вот. Сейчас, значит, я поставлю на огонь. Подогрею, ну, доведу до кипения, да, молоко, чтобы оно было кипяченое. Заброшу туда масло. Ну, только не на огне. Все это размельчу. И добавлю какао. 2, наверное, ложечки, чтобы не сильно там такой шоколадный. Потом все это смешаю. Сейчас, короче, вот на огне закипячу и растоплю здесь масло. Теперь наши ингредиенты все готовы. И мы просто вот сюда вот, в наше печенье, наливаем, насыпаем орешки. Я люблю много орешков, поэтому будет у меня прям ореховое, ореховое, ореховое прям. Орехово-печенюшное я хотела сказать. Вот так вот на это все помешаем. Надеюсь, хватит нашей смеси. Такая я домашка. В общем, глипая. Перемешиваю. Можно взять в пленку пищевую, но я возьму пакет, как я, и просто все высыпать в пакет. А там уже разберемся. Все, скатали вот такую вот колбаску. Завернули. И в морозилочку где-то на час, два или три. Потом покажу, что получилось. Ну что, вот наша колбаска и готова. Я уже закипятирую чайник. Я не знаю. Давайте я сначала сделаю чай. Я буду пить чай Тепс, это из фикс прайса. Черный чай с чабрецом, по-моему, и лимон. И сделаю его вместе со своей травкой. Успокаиваю себя, я уже в инстаграм рассказываю. Что, так как я сильно работаю, много, у меня уже получился перегруз. И я, знаете ли, уже решила пробить курс. Такая вот талфу на мурашку. Здесь у нас вот такой сбор трав, кстати, у меня курильский чай называется. Здесь от всего на обезболивающие, противовоспалительные, успокаивающие средства, безоболивание желудка, при ангинах, стоматитах, полостерта можно полоскать. Да, то есть все, короче, течение основанное. В общем, по-разному здесь заварится, но я так пью, как чаек, не сильно завариваю крем. В общем, добавим сахарок. Я вас там лёжи, да? Что же тоже с колбаской. Ну ладно, вот наша колбаска. Она застыла очень быстро достаточно, хотя я к ней не подходила 3 часа. Ну что, пробуем наше творение? Ой, мне кажется, это так вкусно. Объединяем. Орешки чувствуются. Блин, из детства. Кстати, в первый раз я такую колбаску попробовала у своей одноклассницы, как раз таки, которая приезжала из Нью-Йорка и дарила мне подарки. Я рассказывала вам о ней в подарках, в видеоподарках. И я вспомнила, что впервые я у неё попробовала эту колбаску. Её мама приготовила. Я зашла к ней в гости, и она мне отрезала попробовать эту колбаску. С тех пор я просто полюбила эту колбаску, и как-то мы в детстве её не особо готовили. Видимо, она какая-то дорогая была в приготовлении. Вот, ну, зато сейчас я наверстаюсь в детстве. И вожженная колбаса. Она будет ещё попередила. Ладно, мои хорошие, пойду я сейчас к вам в инстаграм. И с вами вместе чай, хвостаться своей колбаской. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто первый раз. Мне будет очень приятно. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.